В войну они спасали солдат от холода и ранений, ими снаряжали арктические экспедиции. Незаменимы они были в пору веселых зимних гуляний. Все это о валеных сапогах или, проще говоря, валенках. Какое еще применение нашли традиционные обуви в Наринмаре, узнаем у Любови Пермяковой. Русское чудо-выставка под таким названием открылась в детском саду «Радуга». И чудо здесь на каждом шагу. Герои русских сказок. Волки, медведи, мышки. Здесь есть даже самолет. И все это из валенка. Участниками выставки стали воспитанники, их родители и педагоги детского сада. Идея русского чуда проста и красива. Обычный валенок нужно было превратить в арт-объект, используя любые материалы и средства. Арт-выставка вызвала настоящий ажиотаж у детей и их родителей. Организаторы экспозиции и администрация садика не ожидали, что более 50 валенок шагнут в мир сказок и обретут новую жизнь. Думали, что будут трудности. Но педагоги, родители, особенно дети, очень активно были вовлечены в этот процесс. И, я думаю, получили все, наверное, такое удовлетворение от совместного творчества и от полученного результата. Сегодня валенки возвращают к себе любовь горожан. А для модельеров, дизайнеров это актуальный опыт для творчества. И на нашей выставке можно увидеть не только оригинальные дизайнерские валенки, но и различные образы. Образы на этой выставке самые разнообразные и характерные. Кот Васька выглядывает из-за печи с добычей в зубах. Тройка оленей с национальным колоритом. Два белых братца кролика по соседству с серым волком. Здесь серый волк, словно герой из советского мультфильма «Жил-был пес». Пела душа и у русского народа, когда посвящали традиционные обуви, чистушки и песни. Чего только стоят знаменитые валенки в исполнении Лидии Руслановой. Именно из неподшитых и стареньких появились новые герои, которые станут экспонатами будущего мини-музея русского валенка в стенах детского сада «Радуга». Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север».